Я всех приветствую. Это мои мысли. Знаете, на днях я наблюдал такую картину. Я переходил в Кенгаракси улицу с трамвайных путей в сторону Акрополя. И там, как обычно, как построили Акрополь, на пешеходных переходах очень много народу. И наблюдал я такую картину, около меня стояло человек 15, переходя в сторону Акрополя. Был красный свет. Машин поблизости не было, и почти половина дернулась на красный свет и пошли переходить улицу. Знаете, много-много лет назад я тоже переходил на красный свет, машин же нету, есть исключение с правил. И как-то я переходил улицу, собирался переходить улицу, уже поднял ногу, чтобы наступить на эту зебру и горел красный свет. После меня стоял мальчик лет 8-9. И меня как будто Господь остановил, говоря, этот ребенок сейчас будет учиться от тебя жизни. Маленький отрезок, минимальный, мизерный отрезок, он будет учиться от тебя. И ты перейдешь красный свет. И не перейдет на час, но когда-нибудь, он подумает, что дядька-то взрослый, большой, он перешел, значит, он сделал правильно, я так могу. Ну так вот. И я после этого, хоть машины недосягаемости моего зрения, я никогда не перехожу на красный свет. Вот дернулась почти половина из этих 15 человек на красный свет, а где-нибудь стоит маленький ребенок и учится от нас этой жизни. И когда-нибудь он, не дай Господь, будет переходить на красный свет и не дойдет до тротуара. И его собьет машина. И мы даже об этом не узнаем. Узнают только родители, очевидцы. И будут говорить, вот мальчик непослушный. Родителей не научили, не послушал родителей. А научили его мы переходить на этот красный свет. Это будет трагедия. Поэтому, друзья, не переходите на красный свет, даже если в вашем поле зрения машин просто нету. Потому что где-то стоит этот маленький ребенок и учится от вас жизни. Всем спасибо. Это были мои мысли. Субтитры создавал DimaTorzok